Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео мы с вами рассмотрим документ, который подавался в прокуратуру Республики Казахстан еще год назад, в июне 2018 года. Некоторое время назад я опубликовал на своем канале аудиосообщение от Анжелы Киноян, который уже более года занимается юридической стороной вопроса по компаниям Квестер Волт, Агам, Леоноров и вам, и некоторые в комментариях писали, что это все слова, а где документальное подтверждение. Ну и, собственно, вот одно из документальных подтверждений, это обращение в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан, Генеральному прокурору Кожамжарову КП, Республика Казахстан, Астана, адрес такой-то, 26 июня 2018 года. Для удобства чтения я скопировал информацию из данного заявления в отдельный документ. Сопроводительное письмо к заявлениям инвесторов компании Atlantic Global Asset Management и 5WINs Asset Management. Тема. Возможные мошеннические действия компании из Республики Каба-Верда в отношении граждан Республики Казахстан. Уважаемый Кайрат Пернешевич, ко мне обратились в общей сложности 107 инвесторов компании 5WINs Asset Management, далее FWAM, официальный сайт такой-то, из них 50 инвесторов граждане Республики Казахстан, с просьбой оказать им юридическую помощь в отношении защиты их интересов и содействию восстановления нарушенных прав. Интересно, что из 107 подавших заявления, как раз практически половина это граждане Казахстана. Между мной и 107 инвесторами был заключен договор поручительства номер такой-то от 10 мая 2018 года на оказание юридических услуг в рамках моей компетенции. Сумма потерянных инвестиций вкладчиков превышает 2,3 миллиона евро. В ходе проведенной проверки выяснилось, что компания 5WINs Asset Management не зарегистрирована в реестре юридических лиц Республики Каба-Верда, а все денежные средства собирались через так называемых агентов компании FWAM, которая до 22 августа 2017 года называлась компанией Atlantic Global Asset Management, далее Agam. Официальный сайт такой-то и является официально зарегистрированным юридическим лицом в Республике Каба-Верда. Прилагается выписка из реестра юридических лиц Республики Каба-Верда. Для расширения и привлечения инвесторов компании Agam и FWAM использовали схемы сетевого маркетинга и на своем сайте привлекали не только инвесторов под 5-7% в неделю, но и через сетевую партнерскую программу, которая вознаграждала тех людей, кто привел инвесторов в структуру и выделяла до 15% от внесенных средств. С инвесторами работали на основании договора инвестирования, но основная часть инвесторов договоров не имела. Средства принимались и принимаются до сих пор. Напоминаю, что заявление датировано июнем 2018 года, а в июне 2018 года во многих городах еще функционировали офисы компании Agam, FWAM, несмотря на то, что вывода уже давным-давно не было. Средства принимались и принимаются до сих пор. Первое. Через нелегальные электронные платежки в интернете. Advanced Cash, Perfect Money, Bitcoin, OkPay. Здесь я бы поспорил со словом нелегальные, потому что, я так понимаю, данные платежные системы официально зарегистрированы, имеют какие-то юридические лица и так далее. Поэтому на каком основании их называть нелегальными, это вопрос интересный. Пункт 2. Посредством передачи денежных средств внутри сайта без каких-либо бумажных договоров и официальных проводок. Третье. На личной форме и в любой валюте, тем самым нарушая валютные законы стран, законы о происхождении денег, закон об отмывании и легализации черного капитала. Рекламы и проведение презентации продолжаются до сих пор. Ну, конечно. В июне 2018 года все еще верили, что август наш месяц, что Диего Мартин будет генеральным директором, восстановит компанию и начнет всем платить. С момента инвестирования и по настоящее время заинтересованные инвесторы не могут связаться с кем-либо из официальных представителей компании. 6 июня 2018 года от имени каждого инвестора было направлено уведомление о расторжении договора инвестирования по юридическому адресу компании АГАМ и копии к генеральному прокурору Республики Кабо-Верде, но никакого ответа не получено до настоящего времени. Также в настоящее время подготавливаются заявления с просьбой о возбуждении уголовного дела Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по признакам состава преступления статья 159 мошенничества и статья 172 пункт 2 Организация деятельности по привлечению денежных средств и или иного имущества в особенно крупном размере Уголовного кодекса Российской Федерации. К пакету заявлений прилагается флеш-накопитель со всей имеющейся информацией о компаниях АГАМ, ФВАМ и аффилированных лицах с видеоматериалами об их деятельности по привлечению средств инвесторов. Касательно официального руководства компании АГАМ в лице президент Андрей Андреевич Абакумов, секретарь Эдсон Антонио Нгамо Виера Рабала, бухгалтер Антонино Виера Рабала, заместитель Мануэль Антонио Мендес Борхес. Интересно, что на всех мероприятиях компании Антонино Рабала был представлен как президент компании, а Андрей Андреевич Абакумов как CEO, то есть исполнительный директор. Но по документам получается, что на самом деле президентом являлся как раз Абакумов, а Антонино Рабало являлся всего лишь бухгалтером. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Сообщаю, что установить их местонахождение на данный момент не удалось, но президент АГАМ Андрей Андреевич Абакумов большой вероятностью является тем же Андреем Андреевичем Абакумовым, который находится в федеральном розыске в Российской Федерации с 1994 года по подозрению в мошенничестве за организацию АО «Трастовая компания Мультиденежный фонд», или сокращенно МДФ, которая являлась финансовой пирамидой статьи в СМИ «Коммерсант.ру» и «Аиф.ру» за 29 октября 1994 года и 9 ноября 1994 года соответственно. Сейчас вы увидите текст данного заявления целиком. Адвокат, который составлял это заявление, попросил скрыть его личные данные, что мы и сделали. Вот такая информация на сегодняшний день. Если кто-то присутствовал на заседаниях суда в городе Астана, пожалуйста, поделитесь информацией, как там все проходит. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго!